Велкам, велкам, велкам. Тут у нас наркомания пик от Фанатик. У них никто не определился, кто куда идёт, поэтому... Трандл будет всё же саппорта. Комментаторы кучи вариантов предположили, кроме три стана саппорта, но именно Трандл всё же будет саппорт от Йеллоу Стара. Фанатики, чтобы проиграть, скоро будет Тима в лес брать. Завтра, завтра, ребят, мы увидим Тима лес от Фанатик. Все приходите. Я не удивлюсь. Хуни на Физе. Это нормально. Эту линию можно играть, нужно играть против Моукая. Твист от Фейт. Я, кстати, вообще и думал, что Твист от Фейт у них будет, потому что они взяли сразу же чемпиона. Ну, то есть, давайте конкретно пойдём. Физу иногда нужна помощь. Физ у нас Ол-Инщик. Кто с меда, взяв самые нежспелы Гост и Флэш, может ему помогать? Только Твист от Фейт. Гост и Флэш на меде ещё берёт иногда Виктор. Ну, редко, но берёт. И, что самое главное, иногда берёт Кагмаф. Эти оба чемпиона никак помогать не смогут Физу. Только Твист от Фейт. Вот я подумал, что Фобивен будет точно на Твист от Фейт. Но потом как-то так задумался и вправду, а кто же будет тогда Саппорт? У меня была идея, что может быть Рейновер отдаст Трандла Йеллоу Стару, ой, Рик Сайку Йеллоу Стару. Но тогда думал, зачем они скрывают именно своего Джанглера. То есть, это не то, что хочется скрывать. И тоже начал думать о том, что Трандл Саппорт. Но, знаете, Трандл Саппорт даже менее выгодно, как мне кажется, выглядит, нежели Рик Сайка, как Саппорт. Ну, ладно, посмотрим. Напоминаю, что у команды СК 4 победы в этом сезоне. Из них 2 одержаны в последних 3 играх. СК набирает действительно темп, прямо через плей-офф. Ой, извините, не 4, а 5. Да, 5, 5, 5. И 2 в последних играх этого сезона. 16 побед подряд у команды Фанатик из 16 возможных игр. Никому они не проиграли в этом сезоне. Ближе всего к поражению они были против команды СК и H2K. Я думаю, это самые близкие команды были, которые могли победить. Потому что те вплоть до последнего файта, а СК вообще, даже когда проиграли игру, все равно шли впереди по деньгам. То есть, эти 2 команды действительно были ближе всего к победе. То есть, СК реально могут все еще победить. Лулу играет на каком-то отстойном скине. Я не знаю, что это такое. Это кусок говна какой-то бегает. Что это за скин? Я такого даже не видел. Это новый скин на Лулу. Видимо, я что-то упустил. Там какая-то рыба за ней летает. Сама она на осьминога похожа. В костюме осьминога, типа Хэллоуин. Ну, ладно. Йеллоу Стар постоял-постоял на миде, попоказывал себя, попоказывал и побежал на топ. На топ побежал он вместе с Реклосом. Напоминаю, что Йеллоу Стар у нас на Трандле саппорте играет. Какие у нас есть приколы у Трандла? Но это будет тяжело, потому что его нерфили, ой, не нерфили, а меняли три раза. Я точно помню. Причем, каждое изменение там сильно влияло на него. Но могу точно сказать, что у него есть стенка, которая дает замедление, которая является подкидыванием, кстати говоря, ребят. И, следовательно, когда он вам ее стоит в лицо, вы в сторону какую-то меняете свою локацию. Ясу, например, на эту штуку вашу может ультануть. Ну, там вообще микро-подкидывание 0,01 секунды. Но суть как бы остается такая же. Плюс он может не давать вам убегать. Его ульта это похищение ХП и похищение ваших статов. Статов ХП, ой, не ХП этого, Армора и Магреза. Он себе их ставит и начинает у вас забирать. Плюс у него есть укус, который процентный урон наносит, если я правильно помню. И Ешка, Ешка. Ешка это, по-моему, и есть укус. Это Кушка, если я правильно помню. Ну, вот стеночка была кинута, Реклос начинает поддамаживать. Но там кто-нибудь сейчас в чатике вам конкретно все расскажет. Почитайте чатик. Турин больше всех знает. Наверняка сейчас уже как Арам-мастер вам все распишет. Что мы с вами видим? Мы видим стандартный вроде свап линий. Только на этот раз СК начинали с синего бафа и сейчас переметнулись на красный. И фанатики начинали со своего синего и перешли на свой красный. То есть как раз таки тот же самый 4-0 пуш. Только он не получился ноль, потому что Фредди решил постоять, попытаться против Трандла и Тристаны. Заработал неплохо. Он, кстати, опыта. Он второй с половиной левел. У него 6 мопцов. И сейчас может спокойно среколиться. И не бояться, что его башню так быстро сломают. Потому что, как бы, Каркач вместе с Энрейта, там, с Лулу, они тоже со временем туда подойдут и сломают башню. Хотя, что-то они не очень торопятся. Видимо, совсем большой пак мопцов хотят довести до туда. Но это уже, как бы, перебор, мне кажется. Надо было бы уже начинать бить башню. А то так можно и не успеть, ребята. И здесь деньги делятся на трех игроков. Мне кажется, Трандл все равно получил денежки эти. Вот Свинскерри наставил вард и готов подходить. Но они гораздо быстрее сломали башню. Правда, придется Хуни оставаться на линии. У Хуни 2 мопца. Ну все, забирать надо. Вы на рекол? Серьезно? Типа не успеем? Но тогда это полная чушь. Они просто отдали 1000 голды команды Фанатик. И, ну, уже отстают на 700. Идут впереди только потому, что фарма у них получше. Ну ладно. Ну там не 1000 голды. 1000 это я округляю. Там на самом деле 700 с чем-то получается. В сумме вы отдаете команде оппонентов. 700 с чем-то там, ну, ближе к 800. Следующие вышки уже ближе к 1000 идут. А следующие уже почти ничего не стоят. Риуты постарались из-за этого. Ну, из-за этого нет особого смысла ломать теперь три вышки. Хм, что тут у нас? Бах-бах. Ничего. 36 фарма на 33. Вернулся Кэнди Панда. Закупленный. Лулу начинает харасить. Кэнди Панда начинает избивать Реклеса. Был кинут Игнайт. И Реклес просто отпрыгивает. Йеллоу Старк как бы показал безрассудство вот этого чемпиона. Это смелость и отвага есть у этого чемпиона. А демеджа и саппорт качеств нет вообще никаких. То есть Лулу по сравнению с ним, конечно, на голову лучше, как саппорт. Ну, посмотрим, как будет дальше обстоять там дело. Маукай, конечно, сейчас оказался в более худшей ситуации. Потому что как только апнет шестой левел Фобиван, он сможет спокойно делать ганг на Маукая. И тому некуда бежать. У него нет башни, поэтому надо быть Маукайу очень аккуратным в этом смысле. Но сейчас вся надежда, я так понимаю, команды ИСКА на вот эту свою линию. Они решили сыграть таким образом, чтобы Реклесу Денайт фарм, чтобы его тупо не подпускать к мопцам. Ну, пока вроде у них это получается. Фобиван. Все, полетел. Все, ребят. Побежал, правда, он понял, что Маукай там нет. Пробежал, поставил в арт и все, и вернулся назад. Думает, может быть, вниз прибежать, но увидел здесь Фокса. В общем, не может он пока найти, куда бы полететь. Но шестой левел у него есть. КДР ботинки есть, чтобы бульта быстрее откатилась. После того, как он ее занет здесь первый раз. Свинскеллен оставил в арт. Не очень хороший в арт, скажу прямо. Потому что ему нужен в арт был именно против Tisted Fate. А он поставил в арт, чтобы выбивать просветку с Рексайки. Рексайк, когда потратит на Рапторах Смайт, сразу же включится у него просветка. Ой-ой-ой-ой, как все может плохо закончиться. Фокс это увидел и начинает отступать. Ему обидно, конечно, что он свой пинг поставил в пинг оппонентов. И ему его сразу практически выбили. Рексайк тем временем спускается вниз. Информация должна уже была быть отправлена вертолету и маленькой девочке. Вертолет и маленькая девочка в упор не слышат то, что им говорит команда. И это будет сейчас изи ганг. Подкидывание, потом стенка. Перефлашиваются оба сразу через стенку. Но это минус Yellow Star. Извините, Yellow Star Unrated. И килл достается Рекласс. Я не понимаю, почему информация не дошла. Фобиван немой. Или как... Ну, то есть, окей, ладно. Кенди Панды, Инрейтед, они были заняты. Они занимаются отпушиванием и так далее. Чем занимался Грагас? Яйца чесал или что? Почему он не может сообщить информацию о том, что Рексайка 100% зашла в мой лес. И может в 70% случае к вам выйти сейчас из нашего Трайбуша. Ну, все понятно, в общем. Не волнуйтесь за судьбу гамбитов. Никаких проблем у них не возникнет. СК никогда в жизни их не догонят с такой игрой. Хотя они бы их и не догнали. Хотя могли сравняться бы по очкам. СК, скорее всего, отдает 17-ю победу команде Фанатик. Это будет разгром. Вопрос только... Когда будет закончена эта игра? Напоминаю, что рекорд Европы 26 минут. По-моему, да? Клодайна 24, а здесь 26. По-моему, тут так было. Ну, думаю, 24 минуты не управятся фанатики. У них пик все же немножко не такой. Им нужны все же айтемы и на Рексайке, и Джесси будут еще их поукать. Ну, Джесси даже сейчас может убить Фобиева. Но он, кстати, мог бы убить, если бы Йеллоу Стар под ускорением не выскочил, не кинул замедление, и все. Все, больше ничего Йеллоу Стар сделать не смог. Йеллоу Стар бегает уже с Сайдсона, он расставляет варды. Он как быстро у него откатывается. Это почва, на которой у него лайфстил, ребят. И я вспомнил, что там было. У него лайфстил на этой почве. И скорость передвижения. На Фокса прилетает Фобиеван. Стан Хуни туда же прыгает. Ну, это вроде килл, да. Это легкий килл для Фобиевана. Прилетает Фредди, чтобы отдаться. Карточку сейчас возьмет Фобиеван первую же попавшуюся. И сразу же можно убивать Фредди. Фредди вроде убегает, но... Прока от Хуни добивает его. Можно продолжать погоню спокойно. А, это Грагаса ульта. Я думал, кто откинул всех. Грагаса ульта-то откинул, но Йеллоу Стар поставил стенку. Говорит, все еще можно гнаться за Инрейтедом. Но, к сожалению, за всей этой погоней не пошел Фобиеван. Он мид продолжал пушить. Но это уже не имеет значения. Игра как бы проигранная. В чем проблема команды СК? Я по-прежнему не понимаю, зачем они оставили такую линию. Вот эту вот линию снизу. Плюс они совершенно забыли про Твистед Фейта. Совершенно не обратили внимания на то, что... Ой-ой-ой. Большие проблемы у Рейновера. Прыгает по своим почвам. Прыгает дальше. Флешируется за ним два игрока. Он сразу же их подкидывает. Скоро у него закопка откатится. Но, да. Но слишком много урона пропустил. Рейновер здесь, конечно, немножко увлекся. А Големов, наверное, не стоило ему забирать. Да. Больно. Флеша не было. Но не страшно. Плюс не забывайте... Ну, и про то, что игра будет такая долгая. А Фанатика еще играет через Тристану. Если бы у них был Корки, а не у Кенди Панды в руках, то, скорее всего, это было бы все гораздо быстрее. А так Тристану, конечно, очень медленно поднимается, как чемпион. Опять в демедж идет Рейновер. Он любит много демеджа собирать именно на своих чемпионах. Он и Рик Сайку по-прежнему играет. Интересно, в Соло Кушке тоже играет все еще ту же одамажущую. Хотя уже все практически перешли на Рик Сайку чистого танка. Потому что демеджа она все равно достаточно наносит. Просто вы повышаете вот этим бруталайзером. К концу игры повышаете свой урон где-то всего на 15%. А танковость теряете где-то процентов на 40. Там 25% вы только теряете за счет того, что хп у вас будет с каждого айтема меньше. Привет, Фредди. До свидания, Фредди. Попрощались мы с Фредди. Ой, здесь Рейновера поймали. Он в закопанном состоянии куда-то шел. Отдался и испортил себе КДА совсем. Нос почесал, удивленный тем, как много игроков здесь на него вышли. И Фокс получил еще один килл. Фокс единственный игрок команды СК, который стабильно выбивает киллы. Стабильно имеет очень хороший КДА на протяжении всего сезона. Очень обидно, что именно... Рекласс, я тебе секрет расскажу. Ну, он сейчас... Я думаю, он сам это прекрасно понимает, что он сделал полный бред, ребят. Йелло Стар Флэш съедает, короче, Кенди. Кенди тоже в носу ковыряет. В общем, после каждой смерти, можете смотреть на экран, каждый из игроков имеет привычку ковырять в носу. Потому что каждый из них понимает, что... Сунулся он этим носом туда, куда не следует. А я хочу, если в шутку закончить, про Рекласса. Он должен прекрасно понимать, что Корки, наверное, самый в этом смысле сильный чемпион. Там Дрейвен, да, его убьет. Ну, блин, это Дрейвен. Если у него два топора, он убьет любого абсолютно. Адекерри один на один. Но Джинкс бы проиграла, Тристана бы проиграла. Вейн Корки бы победила с шестым левелом. Но если бы они были без шестого, как и было, пятые левела против пятого, Вейн бы тоже проиграла Корки. Люциан бы проиграл Корки. Варус бы проиграл Корки. Грейвс без шестого бы проиграл Корки. А здесь все как раз было без шестого левела. Поэтому мне не ясно, почему... Или это были шестые левела уже. Ну, так или иначе, даже если шестые, все равно Тристана слабее получается Коркача. И не стоило устраивать это сражение один на один. Посмотрите, что делает Кенди Панда с ним. Ну, это Валкирия, и он вполне может против двух сражаться. А они просто от него убегают. И это обидно. Такова, как бы, судьба. Но не волнуйтесь. Еще 20 минут, и судьба будет совершенно обратная. Потому что тогда Тристан сможет просто прыгать в Кенди. И Кенди тупо не хватит проказа демеджа, чтобы убить Тристану. Потому что та с двух автоатак его отправит домой. Но это все набирается со временем. Сейчас была стадия как раз преимущества Тристана. И она должна была изо всех сил стараться не сражаться. Есть еще интересные чемпионы, такие как Севирка. Они действительно довольно интересны в этом смысле. Потому что там зависит от того, какой спелл вы задоджите. И сможет ли ваш бумеранг попасть в два раза по оппоненту. И тогда реально вы даже можете победить и Дрейвена. Серьезно. То есть там все зависит именно от этого. Севирка вполне может быть даже одним из самых сильных чемпионов. Скейтлин тоже. Если она в кустах стоит. Попала ли она миной. Кухан заделали или промахнулся. Ой, здесь битва. Елло Стара поймали. Но он прожал ульту по Фоксу. Но это не имеет значения. Фокс все равно сделал на нем килл. Хотя не Фокс сделал килл на нем, а Грагас. И Грагаса в итоге убивает. Потому что вся команда сюда подошла. Фу. Как классно Фоби он сделал. Он сделал флэш. Стан после этого автоатаку. И сразу же дал Кухан. А так как у него еще есть Лич Бейн. Дэмэджа очень много вошло. Ну, разгромчик. Продолжается. Да, продолжается. Немножко начали огрызаться СКшники. Мне нравится то, что они огрызаются. Ну, хотя бы пытаются играть. Но мне нравится другое больше. Ой, минус Фредди, да? Нет. Да, нет, я не понимаю Тристот Фейд ультанул и никуда не полетел Он просто ультанул, чтобы быть там И Кендик сделал килл И даже здесь он почесал нос В любом случае Кенди чешет нос Мы это поняли теперь Побеждает он, умирает он Не имеет значения, чешем нос 5-8 Но минус 4000 И это сделано не на киллах, как вы видите А на фарме И объектах забирания Кенди в этой игре Хорошо себя Позиционирует, как явный победитель А вот Энрэйтед продолжает Играть свою бесполезную Лулу Он единственный, кстати, игрок, от которого стоит ожидать Лулу Саппорта Потому что Лулу Саппорт это его мейн В Солокушке И я не отрицаю Что это хороший чемпион, как Саппорт Но для него нужны специфичные Условия И одно из специфичных условий Это джанглер Лулу это чемпион, который деняет фарм Они этим и занимались Рекласс по-прежнему проигрывает по фарму Даже отставание начало увеличиваться Они деняли фарм Реклассу Давили их И поэтому им нужен был Свинскерин Который расставит ворды Который прикроет их И играть Лулу против Твистед Фейта Но они не знают, что будет Твистед Фейт Но вообще как будет Если представить У вас есть шанс пикнуть Лулу в конце игры Вот смотрите на пик Команды оппонентов Против Физа Лулу хороша? Хороша Против Рексайки хороша? Хороша Против Тристана хороша? На линии неплоха Дальше чуть-чуть, конечно, похуже Потому что вы ни одним спеллом попасть не можете Но так или иначе Против Трандла хороша? Ну, линию вообще уничтожить Ну и тут бах Твистед Фейт Если бы там был какой-нибудь Я не знаю Ариана Виктор Свейн Ну я так сейчас рандомных чемпионов Уже начинаю называть То, наверное, была бы неплоха Но именно против Твистед Фейта Вы попадаете в ситуацию Где на вас будет постоянно прилетать Вам надо именно Чтобы не было такого момента Что к вам может прийти Мидлейнер оппонентов Лулу Определенные условия нужны Ну иначе бы ее можно было постоянно пикать Потому что По многим показателям Она обыгрывает Ту же самую Жанну Ой Бах Попали в хуню Он по вардам там прошел Но правда По вардам Хоть и прошел Но это была ловушка Для команды СК Потому что фанатики там уже Обосновались И ждали Пытается в ответ башню сломать Классно Рекласс Выдает Четыре выстрела Отфлешивается Ну вот нету Чейзова Никакого у команды СК Они бы хотели здесь погнаться Но только может Кенди Панда Сделать Валкирию за ними Но После этой Валкирии Скорее всего Мы его потеряем В этой игре Окончательно Пытается в ответ СК Хоть и потеряли много ХП Сломать объект на миде Но вряд ли у них это получится Потому что Фоби Он сейчас одним спеллом Двумя Отпушит все Но если он будет так кидать То он ничего не отпушит Он даже Не дождался Пока подойдут мапсы Раньше времени кинул Кухан Ну хотя он Немножко Смог Времени выиграть Для команды А именно для Хуни Который по прежнему Все с тем же количеством ХП С которым был Продолжает пушить И Маукай не выдерживает Делать телепорт на этих мапсов Потому что проигрывать Уже 40 фарма Ему совсем не хочется Возвращается На защиту СК Теряет пинг Потеряет еще один пинг Пытаются они как-то На объединении Поймать фанатиков Но фанатики Уже очень хорошо Контролируют карту Контролируют игру Вижена у них Достаточно ошибок Они почти не совершают Против этого Конечно нет приемов Йеллоу просто Взял откусил мапса Но идеи В Трандл Саппорте Я не вижу Но это еще раз Только доказывает Те слова Жаль нет Баневора Который бы Снова свою гребаную цитату Вставил по поводу того Что против СК Если вы будете отставать Вы никогда в жизни Все равно их не выиграете Бла-бла-бла Бла-бла-бла Но я просто против этой фразы Потому что СК Такие же команды Как и команда фанатик Ошибки Если они тоже совершат Против команды фанатик То фанатик Уже не дадут им шансов вернуться Но это чисто мое личное мнение Что уровень команд Примерно наверное одинаковый Что же касается Того С чего вообще вся эта фраза начинается То что тренер команды фанатик Сказал Мы изо всех сил Будем сейчас стараться Попадать в самые худшие Для нас ситуации Если вы обратите внимание На пики команды фанатик В последних я не знаю Восьми по моему уже играх Они где-то со счета 8-0 Как раз когда первый круг Прошли со счетом 9-0 Он тогда 8-0 тогда Неделя как раз закончилась Он это сказал Тренер команды их И если с тех пор Начнете смотреть Вы увидите Ну столько Чушманских пиков Такого Такой наркомании Вы никогда не видели Но они Не заходят Совсем далеко С этой наркоманией Они делают Полтора пика Плохих То есть реально Полтора пика Плохих Постоянно Ну вот в этой игре Ну если пробежаться Так На самом деле У них не сочетается Тристана с Трандлом И Тристана с Твистед Фейтом Не особо сочетается Потому что Для Тристана Тут у нас битва началась Я вообще не верю В шанс Команда ИСКА Здесь на победу Попытка была Неплохая Повоевать Но Они слишком далеко Отстали И все А я вернусь к мысли Почему Тристана так плоха В этом пике У них есть Твистед Фейт И Физ Твистед Фейту Есть кого гангать На топе Есть же? Он же Физа взял Все верно Ой прикольный флэш Расстрел Фредди Фредди по красному бафу Пытается расстрелить Но здесь подходит еще Фобиван Кинет карточку И минус Бедный Фредди Красный баф Реклоса Его зарутил Но не смогли взять на Шора По крайней мере Была проблема в этом Смотрим еще раз повтор Фобиван с флэша Попадает в Кенди Ко сразу же пошел Улэм по Кенди Лула ультует в Кенди Но тот отфлэшился Прямо под Рейновера Туда же прыгнул Хуни В общем гигантские проблемы Были у Кенди Панды Потом переключились на Фокса Но тот отфлэшился Ну и по порядку убиваем Всех кто не вертолет После этого Сначала вертолет А потом всех остальных Так вот Тристана Она Не early game чемпион Она не Грейвс Она не Дрейвен Она не Корки В конце концов Поэтому Для них Twisted Fate Для нее В смысле Для ботлейна Вообще Ничего не сделает Он прилетит И что Тристана Сделает Прыгнет и сделает Две автоатаки Которые не нанесут урона Ну вот как-то так И поэтому Пик этот Совершенно отвратительный Получается Ну а Трандл я вообще не понимаю Как бы идею Трандла Как чемпиона Саппорта Я понимаю его идеи Как топера И Это была Интересная тема В свое время Когда было очень много Топлейнеров танков Именно таких вот Жестких прям танков Ренектоны пикались Джаксы пикались Ну и релли В то же самое время Они вроде бы И дамажащие Но они танки И как бы если они Играют в чистый дэмэдж То Трандл их побеждает Один на один Легко Просто легко Их побеждает Но если же они Собираются в танка То Трандл их опять Побеждает легко Потому что он ворует Их показатели И в тимфайте Становится еще более сильным И вот по мне Трандл очень хорошо Заходит против Шена Но Видимо Из-за этого И был пикнут Маукай Потому что Маукай В общем-то Начхать на Трандл У Маукай Ну так или иначе Под своей ультой Будет Денять урон Ведь он Показатель себе Не увеличивает Он увеличивает Именно Защиту От урона Который в него входит Ну как Алистар Вот и получается Что Ну Почти что Трандлу нечего было бы Воровать И линия Не была бы Проиграна им Но в итоге Получилось Что Трандл Ой извините Трандл Маукай Стоит против Физа Кто не является Конечно к нему Контрпиком Но все равно Тяжеловато Там Игнайт Там Уллин И еще Твистед Фейт Не опоминаю Который может прилететь Вот поэтому Трандл Как саппорт Вообще не имеет Никакого смысла Интересная Идея От команды Фанатик Они решили Не защищать Свою Тир 2 Вышку А забирать Просто на шор Но они его Вот так долго Забирать Что могут потерять При этом еще и Тир 3 Вышку Прыгает Рекласс Да очень быстро Тир 3 Вышка начинает падать Маукаев Вытанковывает Все еще не забрали На шор Вот забрали Только что была Вся информация А не еще По-моему Этот патч у них не вышел 5.13 у них есть 5.14 нет Ингибитор потеряли Успеет ли остановить Ингибитор надо добивать до конца Пытаться убегать Хоть кому-то Фокса убивает сразу После этого Влетает во Фредди Убивает его тоже Полетел Твистед Фейт Цепляется за Кенди Панду Замедляет Стеночка ставится И всех убивает Кроме Свенскерена Но даже он умрет Потому что Фобиван Уже здесь Эйс для команды Фанатик 17.6 Ну 17 побед Закончить они вряд ли Воспеет 17 секунд До появления команды СК Почти что в Урф Можно было бы сказать Здесь чуть-чуть Не хватило им скорости Совсем реально чуть-чуть Где-то 5 секунд Им не хватило Ребята Они бы ушли Безнаказанно Отсюда сломали бы Ингибитор И ушли безнаказанно Да Нашора забрала бы Команда Фанатик Но Что бы они смогли Сделать с этим Нашором Когда Вы ломаете все Сейчас правда Фанатикам Бекаться Придется Они сломали сторону На миде Но придется Бекаться Далеко там не пойти 12 тысяч Что у нас завтра У СК Давайте на это глянем Меня вот это больше Интересует Потому что Дайте нам полный Скедл Скедл Дайте нам полный СК завтра играет С элементами Ой как интересно Ой как интересно Ребят Вот это интересно Так интересно Это серьезно Для большей интриги Нам надо Чтобы элементы Сегодня победили Гамбит гейминг Для полной интриги И тогда Завтра Завтра СК Будут понимать Что ЛКС Для них Кончен Но для элементов ЛКС Не кончен Не окончен И им надо будет Обязательно побеждать СК гейминг А СК Будет нужна Эта победа Потому что Копенгагены Могут одержать Победу над Джайантсами В начале дня И поставить Тут у нас Битва какая-то Началась Ну давайте Досмотрим Минус Кенди за секунду Там через Твистат фейта Все началось Наверное Не через Твистат фейта Он даже не тратил Ульту Даблкил Причем он целился В одного игрока Попал в другого А вот теперь Он только тратит Ульту Летит за Свинскелленом А тут убежал От него И расстроился Бедный Фоби Он такой Э ну что такое Куда он ушел Реновер говорит Я буду гнаться За ним До конца Гонись До конца После каждого Файта Улыбается Фредди Я посмотрю Как они завтра Будут улыбаться Когда Копенгаген Одержат победу Над джайантами А элементы Одержат сегодня Победу Над Гамбит гейминг Вот я тогда Посмотрю Как они будут улыбаться Вот это будет улыбка Ширше улыбку Мы с вами не найдем Когда Там будет Просто на таких Нервах игра Потому что Для одной команды Будет игра Означать Мы попадаем в плей-офф И боремся Все еще За выход На чемпионат мира А для другой Команды Будет означать Если мы сейчас Проигрываем Мы Скорее всего Вылетаем Из ЛКС Вообще Вылетаем Никаких Релагерейшенов Ничего Синскер Он танцует Да Смешно Смешно Надеюсь Вы завтра Вылетите Урюки Ну просто Что это такое Я же правильно понимаю Джакс из браузера Самый сильный В лейте Но его убивает Только Трандл Один на один Думаю В лейте Его убивает Только Трандл Да Действительно Атрокс еще Наверное убивает В лейте Давайте прямо скажем В самом-самом-самом Лейте Наверное Атрокс его еще Убивает Потому что У Атрокса Есть вторая жизнь И Джакс Все что сможет сделать Это снять его Одну жизнь И убежать Потом он вряд ли сможет А что касается Вообще Как бы Лейнинг фейс То у Джакса Гигантские проблемы Он там Половина чемпионов Проигрывает На этой линии И для него Нужны свапы И только Очень хорошие Вот как Верлибовские Джаксы Они действительно Могут надавать По люлям Всем И вся Всех Поубивать Еще даже Второго Дрейка Нет Не для одной команды Всего третий Дрейк Сейчас будет А тут уже Минус два Ингибитора Ну хотят еще Киллов поделать Команда Фанатик Хотя сейчас Чуть было Реклса не убили Бутерк был потрачен Кракачом Но там Отпрыгивание Тристана И она остается В живых Ни одному Реклс Напоминает Драко Малфоя Нет Ни одному Это действительно Есть такое Он немножко Похож на него Еллостар Кривой вард Поставил Он еще и стенку Потом поставил Все криво Поставил Не На последний Ингибитор все же Идут Я думал Хотят побоевать Фанатики Но без всяких Приколов Решили Просто идти На последний Ингибитор И Ну просто Заканчивать Игру 8.08 Фобиван Фокс не смог Втащить Поук у него Есть Поук до сих пор Наносит урон Мы это с вами Прекрасно видим Но проблема Что он единственный Кто наносит урон Из его команды Синскерина Разрежут Сейчас за секунду Я думаю Ультанул На него Трандл Похитил его Статы себе И пошел Воевать Как настоящий Борец Борец Умо Минус игрок Минус еще игрок Минус еще игрок Твиста Прилетает 500 Смертей У Свенскерина В этом сезоне Ой Извините В этом сезоне В ЛКС Вообще За всю историю А не в этом сезоне 500 смертей Довольно Интересная статистика Она не говорит о том Что ты Много умираешь Она скорее говорит о том Что ты очень много Игр сыграл Свенскерин Он действительно Один из самых Олдскульных игроков Начинал Я не помню Где он начинал По-моему Он начинал в этих В команде Волчата Только в еще более ранних Еще до Амейзинга Потом он ушел В какую-то другую команду Потом в СК И вот там Вот так до сих пор сидит А мне кажется Что все-таки Джакс убьет от Рокса Ну может быть Я это Не собираюсь Встревать в этот Теорикрафт По практике То что я видел В своих играх Джакс побеждает Ирелио Джакс побеждает Дайруса Уже потом Ну я сейчас называю Тех чемпионов Которые неплохо С ним стоят Джакс унижает Реника Джакс унижает Трамбла Убивает Ревенку Да Что-то как-то Вообще Пипец Дожили Кругом одни корейцы Но Это не корейцы Частично корейцы Частично не корейцы Вот Вот